Эти выборы в одном из сел, как раз в Днепропетровской области, запомнятся надолго. Причем не высокой явкой жителей, а неожиданной явкой на избирательный участок налетчиков с топорами и оружием. Кто и для чего устроил настоящий погром в селе Майское в материале Елены Миндалюк. До закрытия избирательного участка в селе Майское осталось около часа, когда в помещение ворвались неизвестные и стали украшить все, что попадало под руку. В здании разбиты все окна, сломана мебель. На полу гильзы и брошенные бутылки с цветной жидкостью. Налетчики прорывались к курнам с бюллетенями, но их остановили полицейские, охранявшие участок. Трое правоохранителей при этом получили травмы. Нападавшие зажгли дымовые шашки и скрылись. Полиция объявила план перехват. Уже через несколько минут правоохранители задержали подозреваемых. Их 24. Передвигались они на семи автомобилях. В машинах нашли биты, арматуру и целый арсенал оружия. Все зарегистрировано. Это гладкоствольные рушлицы, газовый пистолет, рушницы Сайга. Это не боевая, мысливская зброя, но она тоже стреляет. Ничего не объясняют пока еще. Окончательная их цель, чтобы выборы на данном участке не были признаны действиями. 20 нападавших отпустили, четверо задержаны. Это жители Павлограда, Днепра и Кривого Рога. Всем чуть более 20 лет. Кто был организатором и заказчиком нападения, пока неизвестно. Впрочем, старовать голосование налетчикам не удалось. Избирательная комиссия, несмотря на произошедшее, продолжила работу. Лидерами предвыборной гонки в объединенную территориальную громаду были самовидвиженцы. Нынешний Зайцевский сельский голова Светлана Борисова и директор корпорации Агросоюз Владимир Хоришко. По факту нападения на избирательный участок полиция открыла три уголовных производства за хулиганство насилия в отношении работников правоохранительных органов и препятствования избирательному процессу. Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы. Елена Медлюк, Евгений Кознецов. Подробности телеканал Интер. Днепропетровская область.